Около ста семей жителей улицы Краснопресненская, это в поселке Цементников, уверяют, что дома, в которых они живут, могут рухнуть в любой момент, а власти не хотят расселять людей. Сегодня состоялся очередной выезд комиссии, в которую вошли представители архитектуры, Ростехнадзора, градостроительства, горхозяйства и даже МЧС. Будут ли сносить дома или все же капитально ремонтировать, наш корреспондент Алина Сануева знает подробности этой истории. Алина, расскажи, если шанс у людей получить все-таки новое жилье. Настя, здравствуй. Эта история началась несколько лет назад, тогда 14 домов в поселке Цементников. Экспертизы признали аварийными, их снос указали как на более чем на 70%. Но мэрия, несмотря на экспертизу, решила, что эти дома подлежат капитальному ремонту, который, внимание, сделают только к 2033 году. Люди оспорили это решение в суде, и сегодня комиссия приехала вновь осматривать состояние домов. Я напомню, что их построили в 43-м году, тогда, когда строился цементный завод, что эти дома были предназначены лишь для временного жилья. Жители жалуются, а стены в трещинах штукатурка обваливается, в квартирах плесень. Давайте послушаем. Таракан или со всех соседей, то клопы, то еще что-то. Дыры вот такие вот, постоянно вот, все рушится, все ломается. С потолка вот такие вот штукатурки все рушится. Мы с мамой стоим с 83-го года на очередь, толку нету. Пусть маленькое, но оно будет наше жилье, чтобы там были какие-то условия для этого. А не так, что где все рушится, где все сыпется, капает, бежит. Вот сейчас начнется весна, у меня каждый год бежит крыша. У меня все льется, все капает. И только успела жить с тазиками. Люди живут без коммуникации. Колонка с водой стоит на улице, собственно, как и туалет. При этом каждый месяц жители платят в среднем 2-4 тысячи за свои квартиры. Во время осмотра некоторые члены комиссии высказались так. Дома просто запустили. Якобы управляющая компания не делала капитальный ремонт. И поэтому сейчас все в таком плачевном состоянии. В домах сменили управляющую компанию в октябре прошлого года. И по словам коммунальщиков, сейчас они делают все возможное. И вот что думает инженер по поводу ремонта. По-честному, если выделить деньги, то можно ремонтировать все. Другой разговор, насколько это экономически лицеобразно, это другой разговор. К сожалению, члены комиссии сегодня ушли от прямого ответа на вопрос, что же все же будет с домами, ремонт или снос. Своё решение они пообещали озвучить через неделю. Ну а лидер общественного движения «Народный контроль» в ЖКХ Роман Казахов уверяет, если мэрия вновь откажет в сносе домов, то предстоят новые суды. Но уже с конкретным требованием расселить людей и снести дома. Давайте послушаем его мнение на эту ситуацию. Несмотря на то, что здесь, безусловно, есть вина управляющей компании, которая теперь признана банкротом, и теперь там другая управляющая компания пришла, мы должны констатировать факт. Вот по факту мы имеем то, что в этих домах жить дальше нельзя. Есть и хорошая новость. Шансы у людей попасть в программу сноса ветхого и аварийного жилья есть. Старая программа заканчивается в этом году, а параллельно разрабатывается новый план, куда войдет все непригодное для жизни жилье. Ну, в любом случае, дождемся решения комиссии. Они, повторюсь, пообещали озвучить его через неделю. Ну а к этой минуте у меня все. Настя. Алина, спасибо. Ситуация действительно кажется критической. Я напомню, это была моя коллега, корреспондент Алина Санойва. Мы продолжаем выпуск. Продолжение следует...